Кого видит Бог, когда Он смотрит на меня? Он смотрит на меня не сверху, а Он видит меня изнутри, Он смотрит на меня изнутри. И кого Он видит? Кого Он видит во мне? Когда Бог смотрит на меня, на тебя, дорогой брат, сестра, на каждого человека, когда Он смотрит на нас, Он видит Сына Своего, Иисуса Христа, возлюбленного Сына Своего, который взял все грехи вот этого Адама и понес на крест, и умер там, и был погребен, и воскрес на третий день, и живой, и сидит Одесную Отца на небесах, в небесах сидит. И мы посажены там в Нем, во Христе Иисусе. И Иисус Христос, Он живет в нас. И Отец, Он видит своего Сына Иисуса Христа, возлюбленного Сына Своего, когда смотрит на тебя, Дочь Божья, на тебя, Сын Бога Живого. Интересно, что когда я размышляю над этим, какое-то несовмещение идет в сознании, и что-то происходит, сознание не хочет, ну вот оно не хочет это принимать. Потому что эти вещи умом, когда ты пытаешься понять, то ты опять спускаешься сюда, на землю, и опять осознаешь себя тем, кто ты есть. Тем, кто ты есть в видимом мире. Но Бог, Он есть Тот, Кто Он есть для тебя. Он всегда есть вот тем, кто ты есть в Нем. Всегда. И это только верой. Вот когда Иисус пришел, написано, что до пришествия веры, до момента, когда пришел Иисус Христос, когда человек теперь может жить верой. Когда Иисус умер, когда Он погребен был и воскрес, и теперь пришла вера, что это мы были в Иисусе Христе, как первый Адам, когда Он пошел на крест. Со всеми грехами человечества, этого первого Адама, в котором мы все родились, и Он пошел на этот крест, это мы в Нем пошли. И Он умер, и там мы умерли в Нем. Только всю боль Он понес вместо нас. Но мы были в Нем там уже. От создания мира, этот заклонный Агнец за нас, Он уже был приготовлен. Когда еще никого и ничего не было. И когда Он умер, и когда Он воскрес, то вот и пришла вера. Как Павел говорит, до пришествия веры. Там закон был где-то водителем. До пришествия веры мы были под руководством закона. Он говорит об иудеях. И когда же пришла вера, что произошло? Бог ожидает теперь, что каждый из нас будет верить в это, что я в Иисусе Христе, и Иисус Христос во мне. И я в Иисусе Христе возлюбленный Божий Сын. Возлюбленная Дочь Божья. И когда... Вот представьте просто, если я начинаю так мыслить о себе. Когда я смотрю на себя, я вижу Иисуса Христа. Мое мышление, конечно же, оно будет меняться. Вот это и есть покаяние. Это и есть тот процесс, который Отец ожидает, что мы будем проходить его в смирении. Мы смирим себя под слово Божье о кресте. Вот там на кресте, крестом Иисуса Христа для меня мир распят, и я распят для мира. Вот там на кресте произошло что-то, что становится точкой отсчета для меня, для каждого человека на земле живущего. Почему так трудно людям верить в это? Почему столько сопротивления истинному христианству, даже в самом христианстве, даже внутри самого христианства, мы называем, мы христиане, но даже внутри самого христианства противление. Люди не хотят верить и жить верой в то, что это живет Иисус Христос, а не я. Что это во мне уже живет Дух Святой, а не я. Бог Всемогущий, Святой Дух, живет в моем Духе. Это и есть мой Дух, Дух Святой. И мое сердце, это же сердце сына моего, сына Божьего Иисуса Христа. Чтобы я так верил, что это Иисус Христос во мне, а я в нем нахожусь. И когда я просыпаюсь, когда я иду на работу, иду по своим делам, или просто где-то дома что-то начинаю делать, общаться с кем-то, кого я вижу, когда я соприкасаюсь с людьми. Если я вижу простого человека, какого-то человека с его проблемами, с его трудностями, и я просто смотрю на него, то, конечно же, я не вижу, как видит Бог. Потому что Бог видит изнутри, и Он видит своего Сына. Он видит любовь. И когда я, вот смотрите, когда я не понимаю этого, я начинаю думать о себе как о том, кто, и может, и Бога не знает, а может, если и знает, то где-то ограничено очень сильно. И вообще, и тут в этом мире так все страшно, все непонятно. И все так вообще что-то происходит, и я не могу с этим ничего сделать. И вот Иисус говорил, что написано, я сказал, вы боги не знают, не разумеют, основания земли колеблются. А апостол Павел говорит, вся тварь, все творение стянает в ожидании откровений сынов Божьих. Когда я понимаю, что я сын Божий. И даже если, вот сестра, если ты думаешь, это же он мужчина, я же женщина, так во Христе нет уже ни мужчины, ни женщины. Ты можешь ясно понимать, что ты сын Божий, ты дочь Божья в Сыне Божьем Иисусе Христе. И Отец видит тебя как своего возлюбленного сына. Ты для него возлюбленная дочь. И когда вот мое мышление начинает больше и больше осознавать эту истину, вот тогда идет истинное покаяние, это идет перемена ума. Тогда я начинаю понимать, что ответственность в жизни, она вот здесь, внутри меня, она не откуда-то придет. Сила, которая помогает преодолевать трудности, которая помогает принимать решения, делать выбор, которая помогает ходить в чистоте пред Богом, в свободе, в которой Иисус Христос, Он пришел и даровал нам эту свободу, Он призвал нас в эту свободу, чтобы мы жили в свободе, и осознавая, что за всю ответственность только во мне, больше нигде. Только я делаю выбор. Когда я осознаю, кто я, я и делаю выбор, который ожидает Бог. Потому что мой путь – это Иисус Христос. Если я не в Иисусе Христе, и если это не Иисус Христос живет, то я уже и иду на другом пути, по другому пути иду. А путь – это же то, куда я приду. То, куда я иду, вот это и есть мой путь. Если я во Христе и иду в эту вечную любовь, чтобы жить всегда в радости, чтобы вечно жить в этой любви, чтобы жить и наслаждаться вот тем, что Отец сотворил, создал, каким Он меня родил, что Его природа, Его божественная ДНК, оно во мне, внутри меня. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, она во мне. Вот почему мы причастие принимаем. Вот почему Иисус сказал, творите это. Это и есть творить, творить праведность, творить жизнь Божью на земле, утверждать царство Бога, которое есть внутри нас. И Отец хочет, чтобы мы здесь на земле жили в небесах, чтобы эта жизнь в небесах, она отображалась через нас на этой земле. И это возможно только верой. Только верой, когда мы знаем, что любовь Христова обнимает всех нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос Иисус за всех умер. Чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Итак, вы новое творение. Мы новое творение во Христе Иисусе, дорогие. Во имя Иисуса Христа. Аминь.